Добрый день, друзья и подписчики канала. Криша из Брисбена, Австралия. С еще одним очень интересным видео о витаминах. Как видите по заглавию, витамины не нужны. Да не правда это все. Если бы они не были нужны, откуда бы было столько разговоров? Почему бы их продавали в аптеках? И всякое такое. Я просто хотел посмотреть, сколько людей кликнут на это видео, чтобы удостовериться, что витамины не нужны. Таким же образом, многие, когда употребляют еду, думают, а чё, когда кушаю просто вкусно, это самое главное. Нет, ребята, у каждого витамина, у каждого минерала есть свои свойства. Это свойство не только важно для организма. Некоторые витамины настолько важны, что без них жизнь, в принципе, никуда не годится, и даже есть смертельные исходы. Один из них это витамин D, о котором я сегодня хочу поговорить. Спасибо большое за просмотр этого видео и всех других видео на моем канале. Если вам понравилось это видео и другие видео, пожалуйста, подпишись на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно следующее видео. Также я хочу сказать, что это видео и некоторые другие будут из серии и поверьте мне, я не доктор, я не доктор. Я человек, который очень любит читать в свободное время диссертации и переводить это на более понятный язык, что это означает. Это то, что у докторов нету времени делать, и это то, чем докторами занимаются, потому что то, что я делаю, то, что я хочу достичь, это жизнь без медицины. Медикаменты важны, медикаменты очень необходимы, но это тогда, когда уже все остальные варианты использованы. Можно жить счастливо, можно жить хорошо, можно жить без болезней долгое количество лет. И эта тема и другие темы способствуют этому развитию. Давайте сегодня поговорим о витаминах. Чем витамины и минералы настолько важны? Дело в том, что действуют сообща, они выполняют сотни разных функций в организме. Они укрепляют кости, залечивают раны, помогают кишечнику, и также они очень имеют большое влияние на иммунную систему. Один из самых главных, главнейших витаминов, который влияет на иммунную систему, систему иммунитета, это витамин D. Витамин D очень уникальный витамин. Дело в том, что его функция, это функция, которую очень многие не понимают. Самая главная функция этого витамина, это брать кальций из кровяного потока и переносить его в кости. Я когда был маленький, мне родили, говорили, Гриша, пожалуйста, пей молоко, чтобы у тебя были сильные кости. Есть такой прикол, ребята. Если вы пьёте молоко, если вы кушаете сыр, другие продукты с кальцием, этот кальций весь попадает в кровь. Если этот кальций не убрать из крови, то тогда то, что люди называют зашлакированные кровяные сосуды, этот кальций покрывает внутри сосудов трубку, и канал становится меньше, 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 и потом нужно делать операции, его нужно пробивать. Как кальций выводится из кровяного потока? Витамином D и фосфором. Если этого витамина нету в организме, тогда громадные проблемы не только с иммунитетом, но ещё с кровеносной системой. Я хочу также сказать, что витамин D влияет на обе главнейшие системы иммунитета. У нас есть так называемая система изначального иммунитета и система, которая адаптируется. В чём большая разница? Изначальная система пытается найти самые простые вирусы, самые простые патогены и дать им не зайти в организм. Но большинство из вирусов гораздо более серьёзные заходят в организм, и тогда вторая система начинает работать, и начинает вырабатывать антитела, которые распознают вирус, который был раньше, они его отторгают, новый вирус будет учить. Сейчас не об этом. Дело в том, что модулирование иммунной системы это самая большая ответственность витамина D. Нет витамина D, не будет крепкой иммунной системы. Это нужно понимать. Я делал недавно видео, где рассказывал, каким образом, как мне заразиться вирусом, почему люди, которые заражаются вирусом, не так многие болеют. Это видео всё начало с того, что я читал отчёт, который будет, скорее всего, диссертацией потом. Во всём мире большинство людей, которые погибло от вируса, у многих, если не у всех, был очень маленький уровень витамина D. На что это показывает? Что люди с хорошим иммунитетом, переболевшие вирусом, либо этого не знали, либо не имели большую степень заражения, и не обратили на это большого внимания, не было таким ударом для них. Поэтому витамин D нужен для сердечно-кровеносных сосуд, для крепких костей, для иммунитета. И самые последние исследования показывают, что витамин D, это не витамин вообще, это гормон, он составляет 5% генеральной композиции всего тела, работающего с ДНК. То есть, это неимоверное количество обращений к молекулам, не к молекулам, а к структуре ДНК. И я не хочу говорить о ДНК, это совершенно тяжёлая тема, и всё. Но я хочу сказать, что все наши процессы в организме базируются на ДНК. Если нет модулирования ДНК, то всё получается очень плохо, и организм очень слабый. Таким образом, сердечно-кровеносная система, кости, и ДНК, и иммунитет очень сильно полагаются на витамин D. Что я хотел сказать. Витамин D приходит, как мы все знаем, от солнца. И нужно понимать, что со временем, когда человек стареет, и когда кожа, пигментация меняется, всё, то восприятие витамина D из ультрафиолетовых лучей солнца не настолько высока. И так получается, что пожилое поколение, у них недостаточное количество витамина D. И таким образом, я советую людям, я вообще советую всем людям в данном момент вирусной ситуации принимать витамин D, а старикам, как минимум, 4000 интернациональных единиц таблетка, от 4000 до... Я не знаю, какое состояние, я бы сделал анализ крови, но сейчас никому не хочется идти к врачу. Скажем так, 4000 интернациональных единиц таблетки точно не повредит здоровью. Последние исследования показывают, что до 100 тысяч единиц интернациональных единиц таблетки не влияет, никаких побочных эффектов нету. Я бы так далеко не шёл, но если вы можете довольно-таки дёшево достать таблетки от 4 до, скажем, 12 тысяч интернациональных единиц и потреблять одну таблетку в день, или чтобы в сумме было от 4 до 12 тысяч единиц в день, это вам сильно поможет меньше болеть, лучше перерабатывать кальций, и поможет ДНК лучше работать с остальными гормонами в теле. Я бы это больше сейчас принимал для противовирусного эффекта, но по большому счёту для лучшего самочувствия, для лучшего здоровья. Витамин Д, особенно когда стареете, обязательно нужен в организме. Я стараюсь собрать из солнца, но опять-таки нужно понять, что это баланс, где проводя слишком много времени на солнце, можно заработать от рака кожи. Поэтому всё нужно делать в меру, и если человек сидит в офисе, сидит дома, или он находится в северном полушарии, я бы брал в таблетке специально тут вот витамин Д. Они дешёвые, они спащивают во всех аптеках. Если честно, фирма не важна. Самое главное, чтобы это было поддержано каким-то, не знаю, какой-то частью здравоохранения, чтобы это было не просто как бы какая-то дешёвка, которая не гарантирует именно эту дозу. Спасибо большое за просмотр. Если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь, делитесь с друзьями, делитесь с родственниками. Нужно помогать друг другу. Я не говорю, что людям нужно знать медицину, я не говорю, что людям нужно знать, как понимают, что всё работает, но есть вещи, которым мне легче объяснить, что просто возьмите никого нет побочного эффекта, чем рассказывает всю структуру биологии, когда люди просто будут засыпать под это видео. Поверьте мне, я не доктор, употребляйте витамин D. Большой привет, до следующего раза, Гриша.